Друзья, у нас в гостях игрок команды Empire Павел Бельчуков, который выступает под никнеймом Павел Игрок в Hearthstone, как вы знаете Паш, расскажи, как твои дела на этом турнире? Ну, если не брать в расчет вчерашний матч, то Все довольно-таки здорово, очень приятная атмосфера Успел погулять по городу? По городу я погулять не успел Времени почти для этого не было Ну и в любом случае, у меня английский на очень слабом уровне Поэтому я бы не стал рисковать куда-то выходить далеко Ты один здесь, получается, без менеджмента, без никого? Да Ты опытный вообще путешественник сам по себе? Или это одна из первых поездок за рубеж? Это второй раз не в России Тяжело так привыкать? Ну, первый раз было тяжело, а сейчас уже нормально вполне У тебя после этого ожидается поездка еще на Мальдивы Ты выиграл квоту, шикарная, конечно, поездка будет Несмотря, ну, помимо игр будет еще и сама страна замечательная Что ты, чего ты ожидаешь от этой поездки? Ну, я ожидаю там море поплавать На гамаке поваляться У вас будет на это время? Конечно Там турнир начинается только 7-го числа А вылет уже завтра То есть вас пригласили специально заранее, чтобы вы смогли вкусить все прелести? Да А завтра как ты полетишь? Ты сразу не заезжая домой? Да, сначала отсюда в Москву, а потом оттуда на Мальдивы Ну, вот тебе к неопытному путешественнику не тяжеловато ли будет так? Вполне нормально На Мальдивах будет кто-то из знакомых помимо тебя? Не одному придется? Знакомые вряд ли будут Но вот мне сейчас недавно менеджер сказал, что меня там русские Кто-то из русских будет в аэропорту встречать Ну, хоть да, хоть-то это хорошо Давай немножечко, если ты не против, поговорим о вчерашних играх У нас в комментариях, если честно, были уверены в том, что ты без сложности пройдешь группу Что пошло не так? Ну, во-первых, я немного нервничал Настрой на игру был не очень хороший Ну, и плюс я перед матчем выпил очень много воды В итоге я весь матч в туалет хотел Именно поэтому в последней игре он напустил такую грубейшую ошибку Не о том думал? Да Вот, но это отсутствие опыта скорее сказывается Хорошо Ну, точнее, ничего хорошего Но все-таки опыт это тоже хорошо, согласись, да? Расскажи, пожалуйста, как долго ты играешь вообще в Харстоу? С конца закрытого бета-теста Тебе игра понравилась больше чем? Тем, что здесь можно играть не спеша, размеренно? Или тебе нравится Майндгеймс? Может, что-то еще? Да, в принципе, все нравится и Майндгеймс И то, что можно какими-то другими вещами заниматься, помимо игры В принципе, в отличие от каких-то других игр не нужно Очень много времени тренировкам уделять Для хороших результатов Ну и плюс тут комьюнити мне очень нравится в этой игре Получше, чем в других играх зачастую А скажи, для чего тебе вот время? Ты говоришь, не так много приходится времени тренировкам уделять Ты учишься сейчас где-то? Ну, вообще нет Не учишься? Собираешься учиться? Понятно Расскажи немножко об игре поподробнее Расскажи, какие у тебя карты любимые Есть любимые матчапы? Вообще, каким ты больше всего любишь играть? Какое тебе дополнение понравилось из трех вышедших больше всего? Ну, вот раньше я очень любил играть за приста В одном из сезонов даже зафинишил им в топе один легенди Используя его Но потом с выходом обновления Черной горы Он стал не очень актуален Стал слаб в мете Я люблю, в основном, играть эффективными колодами Например? Например, под конвойн Понятно Так, а матчапы какие у тебя? Против кого ты не любишь играть? Кем против кого? Какие у тебя такие? Если ты берешь, например, того же воина Кого бы ты не хотел в оппоненты? На самом деле, под конвойн настолько сильная колода То, что у нее из плохих матчапов С моей точки зрения, только хендлок минусовая Минусовая матчап Ну и то Вероятность Ну, это примерно 45 на 55 Все равно вероятность выиграть очень высоко И против друида примерно так же Хочется также затронуть такую модную тему, как трансляции Ты, кажется, не делаешь, да, видеотрансляции? Или уже начал? Ну, пока нет Скоро будет новый компьютер И начну стримить Дело в компьютере все-таки, да? Ну, а, наверное, все-таки отдыхаешь Иногда и смотришь чужие стримы Чьи стримы смотришь? Ну, я обычно, когда смотрю стримы Сам в это время Ну, из стримов я обычно смотрю Кальянта В последнее время Либо какие-нибудь турниры Либо кого-то из русских стримеров Ну, иногда Еще кого-то из англоязычных Ну, в общем, выбор довольно широкий, да? Получается Хорошо Такой вопрос Я его всем задаю на всякий случай Потому что все-таки толки Об этом довольно широко идут Многие считают, что Харстоун не достоин Быть киберспортивной игрой Ты согласен с этим? Потому что рандома много Больше все на удачи Там, на какую-то случайность Ты так тоже думаешь? Или другое? Ну, от рандома действительно Немало зависит Но В любом случае Людям на это интересно смотреть И аудитория С каждым месяцем Все больше и больше Если, например Год назад Например Легенде По крайней мере на Европе На Европейском сервере Было Набиралось под конец сезона Максимум 4 тысячи человек То сейчас уже Десяти тысяч То есть Если у игры Есть своя аудитория Довольно широкая То почему бы и не быть, да? А помимо киберспорта Я слышала Ты, кажется Занимался Спортом Какими видами Что тебе интересно И бросил ты Или продолжаешь заниматься Дисциплинирует ли это? Ну Профессиональный спортом Я никогда не занимался Так больше для себя Для удовольствия Там Иногда на велосипеде Поплавать где-нибудь Или на снотборде Зимой Как ты думаешь Если ты занялся Вплотную киберспортом Стоит реальный спорт бросать? Если у тебя Какие-то увлечения были? Ну Если просто для себя То Чему бы и нет Вполне можно Уделить этому Какое-то количество времени Ты говоришь Что ты пойдешь Учиться Скорее всего На кого бы ты хотел Пойти? Куда поступить? Ну Пока Не думал об этом Но Скорее всего Если И пойду в институт Куда-то поступать То скорее всего За границей Где-нибудь Будешь связывать Себя с гуманитарными Науками Или там С IT-сферой Например Растаешь Играешь Компьютер Во всяких Я точно не разбираюсь Поэтому скорее С чем-то Гуманитарным Интересно Ну хорошо Пожелаем тебе удачи И в твоих жизненных начинаниях И на Мальдивах Чтобы выступил Отлично И в заключении Несколько слов В комьюнити К своей команде К спонсорам Может быть Да Спасибо VP Game Logitech Pinnacle Sea Gate Моей команде За поддержку Также спасибо Всем Кто за меня болел И спасибо Моим родителям За поддержку Спасибо